Всем добрый день. Да, я готова представить вам наши результаты. Реконструкция, одномоментная предпекатуральная реконструкция молочной железы эндопротезом у больных раком молочной железы. И первое, с чего нужно начать, это безусловно с актуальности. В 158 странах мира рак молочной железы занимает ведущую структуру онкологической проблемы. Первое место. И что важно отметить, среди всех возрастов, среди женского населения составляет 24,5%. Но те самые пациенты, которые подходят нам в реконструкцию, это возраст 25-54, составляет 34,5% среди всех женщин. Американское общество пластических хирургов нам предоставляет данные о реконструктивных процедурах, которые выполняются. И вот последние данные за 2022 год мы видим неуклонный рост числа реконструктивных вмешательств на молочной железе, который по сравнению с 2019 годом увеличился на 12%. К сожалению, из-за COVID-19 расширенная таблица не была представлена, но если мы посмотрим на данные 2020 года, то мы увидим, что одномоментная реконструкция молочной железы превалирует над отсроченной реконструкцией молочной железы, и реконструкция силиконовыми имплантатами превалирует над реконструкцией тканевыми экспандерами и аутологичными лоскутами. Перед нами, перед хирургами встает очень много вопросов. Кто это пациентка, которая подходит на реконструкцию? Какой метод реконструкции ей выбрать? Какой имплантат поставить? Пациентка на реконструкцию – это женщина, которой невозможно выполнить органосохранное лечение. Для нас, для хирурга, важны факторы и клиника анатомические особенности, такие как размер молочной железы, пинч-тест, птоз молочной железы, количество опухолевых узлов и их расположение, необходимость удаления сосково-арилярного комплекса, объем лимфодисекции, желание пациентке скорректировать контрлатеральную молочную железу, необходимость проведения в послеоперационном периоде лучевой терапии, и также относительные противопоказания, сопутствующие патологии, сахарный диабет, высокий индекс массы тела, курение. Огромный вариант одномоментной реконструкции расширяет нам группу пациенток, к которым мы можем предложить данный вариант хирургического вмешательства, но все чаще и чаще в нашей клинической практике мы отдаем именно препекторальной реконструкции. Но мы всегда помним о том, что необходима индивидуализация плана лечения. Какие же преимущества одномоментной одноэтапной реконструкции мы для себя выделяем? Безусловно, это сам факт одного оперативного вмешательства. Это сохранение большего объема кожного чехла, чем, например, при двухэтапных реконструкциях. Это возможность сохранения сосково-арилярного комплекса, сохранения субмомарной складки. Мы получаем быстрый эстетический результат, пациентка имеет короткий период реабилитации, и это меньше экономические затраты со стороны государства, плюс различные варианты хирургических вмешательств, как пре- или суппекторальная установка, дополнительное укрытие и без. Огромный рынок предоставляет нам возможность имплотатов различной формы, покрытия, профиля, объема, что также облегчает нам нашу работу. Препекторальная реконструкция может быть с дополнительным укрытием и без дополнительного укрытия нижнего склона. В случае, когда мы выполняем препекторальную реконструкцию без дополнительного укрытия склона, чаще всего это малый и средний размер молочной железы. Пинч-тест должен быть достаточным, в идеале не менее 1 см, и это отсутствие выраженной тяжелой сопутствующих патологий. При дополнительном укрытии нижнего склона, чаще всего пациентки имеют большой размер молочной железы, с выраженным птозом 2-3 степени. Длина нижнего склона обычно более 12 см. Пинч-тест здесь для нас уже не играет такой существенной роли. Локализация опухли чаще всего бывает в верхних квадрантах, на границе наружных или внутренних квадрантах. Мы используем субмамарный, переолярный, доступы по типу ТНВС и в ряде случаев латеральный слон-глондулярный доступ. Если мы посмотрим на диаграмму, то мы видим тенденцию к увеличению числа публикаций, особенно за последние годы. Данная методика доказала свою безопасность, эффективность и хороший эстетический результат по ряду многочисленных клинических исследований, которые были приведены. И теперь позвольте перейти непосредственно к нашему опыту препекторальной реконструкции эндопротеза у больных рака молочной железы. На слайде клинический пример пациентки с препекторальной реконструкцией левой молочной железы с силиконовым плотатом объемом 160 кубических сантиметров. Нами был выбран субмамарный доступ и на слайде снизу мы видим результат спустя 10 месяцев после хирургического лечения. Еще один клинический пример хорошего эстетического результата, где пациентке также выполнена препекторальная реконструкция правой молочной железы с субмамарным доступом. Объем эндопротеза также составляет 160 кубических сантиметров. И это вид пациентки спустя 3 месяца после операции. Здесь клинический пример пациентки выполнена препекторальная реконструкция трансареолярным доступом с удалением соска. Установлен силиконовый имплантат объемом 175 и вид пациентки спустя 3 месяца после операции. Здесь также прекрасный эстетический результат у пациентки после препекторальной реконструкции левой молочной железы. Имплантатом 240. Нами выбран субмамарный доступ. Пациентка крайне довольна эстетическим результатом. И это вид пациентки спустя 6 месяцев после операции. Здесь представлен клинический пример пациентки, которой выполнена также препекторальная реконструкция. Объем эндопротеза, один из самых маленьких, которым мы устанавливали, это 140 кубических сантиметров. Также был выбран субмамарный доступ. Появит пациентки спустя месяц после хирургического лечения. Мы видим, что у нас прекрасно сохранена форма молочной железы, выражен незначительный красивый птоз, форма молочной железы. А тут уже более интересный клинический случай. Здесь пациентка также с препекторальной реконструкцией правой молочной железы. Установлен эндопротез размером 415. Выбран субмамарный доступ. На слайде снизу мы видим пациентку спустя 3 месяца после хирургического лечения. Однако пациентке в послеоперационном периоде была показана лучевая терапия. И на слайде мы видим уже снимки пациентки непосредственно в процессе лучевой терапии. Собственно говоря, разметка для радиологов. Мы видим незначительную гиперемию и отек молочной железы. Форма пока критичная не поменяла, но за счет отека железа немного подтянута. В настоящий момент мы наблюдаем за пациенткой. Пациентка полностью довольна эстетическим результатом. Безусловно, мы не можем исключить формирование капсулярной контрактуры в дальнейшем. Но пока мы в ожидании, скажем так, ее развития. Еще один клинический пример – это препекторальная реконструкция правой молочной железы с силиконовым амплотатом объемом 650 кубических сантиметров с удалением сосково-ариллярного комплекса и дополнительным укрытием нижним доэпидермизированным лоскопом. С целью симметрии пациентки была выполнена редукционная мамопластика слева. На фотографиях справа представлен клинический результат спустя месяц после операции. Пациентка довольна эстетическим результатом. Еще один интересный пример – мутированной пациентке носительницы мутации гени-берсея-1 была выполнена препекторальная реконструкция левой молочной железы с силиконовым амплантатом объемом 450 кубических сантиметров, свободная пересадка сосково-ариллярного комплекса и аналогичная профилактическая мастектомия с контролутеральной молочной железой. И это спустя один год после операции. Пациентка также удовлетворена полученным эстетическим результатом. На слайде представлена пациентка спустя 8 месяцев после подкожно-радикальной мастектомии справа с одномоментной реконструкции эндопротезом объемом 360 мл. Также нам был выбран субмомарный доступ. И финальный клинический пример. Пациентка также является носителем мутации в гени-берсея-1. Пациентке сначала была выполнена подкожно-радикальная мастектомия справа с одномоментной реконструкцией с силиконовым эндопротезом объемом 410 из-за субмомарного доступа и профилактическая подкожная мастектомия слева с одномоментной реконструкцией с силиконовым амплантатом таким же объемом и спустя год у пациентки сохраняется прекрасный эстетический результат. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...